По ту сторону забора. Девять заключенных в Альнянской колонии получили главный документ гражданина Украины. Без паспорта, говорят запорожские пенитенциарии, осужденным не обойтись и в местах лишения свободы. Документ необходим для решения различных вопросов. Каких именно, знает Инна Гогой. Так заключенные в Альнянской исправительной колонии идут получать главный документ гражданина Украины. В торжественной обстановке пенитенциарии вручили паспорт девяти осужденным. В их числе и 26-летний Антон. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Но, несмотря ни на что, парень мечтает создать семью. И добавляет, в исправительной колонии паспорт для этого просто необходим. У меня есть девушка, которая хочет быть со мной. Ну, а в данном месте это невозможно. Без паспорта сидеть мне еще долго. И не хотелось бы, чтобы эти годы проходили зря. Благодаря этому я буду жить и здесь. И когда освобожусь, смогу беспрепятственно устроиться на работу. Ну, а это самое главное. Потому что без работы я не вижу своей жизни. Нужен осужденным паспорт и для решения других вопросов добавляют пенитенциарии. Он может жениться, он может какие-то доверенности написать, какие-то дарственные. А без паспорта вы сами понимаете, что это сделать невозможно. Это очень важный такой аспект нашей работы. И мы его довольно-таки успешно выполняем. Для того, чтобы в дальнейшем он, когда освобождался, мог сразу влиться в рабочее состояние нашего общества и мог иметь все эти права, которые он, как гражданин Украины, ими должен пользоваться. С начала года в Вальнянской колонии паспорта получили 14 осужденных. Еще порядка 30 человек ждут своей очереди. Документы находятся на оформлении. С каждым заключенным этот вопрос решается индивидуально. Сразу по прибытию в колонию осужденного мы уточняем этот момент наличия паспорта и уже дальше тогда предпринимаем определенные шаги. Ну а первый шаг – это, конечно, заявление осужденного на помощь во восстановлении либо изменение паспорта. Следующий шаг – идет сбор документов. И со стороны родственников мы собираем эти все документы и уже во взаимодействии с органами внутренних дел проводим процедуру оформления паспортов. В этом году все исправительные учреждения области были освобождены от уплаты госпошлины на оформление паспортов. Это позволило уменьшить финансовую нагрузку на осужденных. Каждому из них удалось сэкономить около сотни гривен. Сейчас в исправительных учреждениях Запорожской области без паспорта находится более 400 человек. С просьбой восстановить документы с начала года к пенитенциариям уже обратилось 200 осужденных. 100 человек – главный документ гражданина Украины уже получили.